Несмотря на то, что впереди еще много работы, у нас еще целых два месяца для того, чтобы и слушать, и садиться за столом переговоров, считать конкретно на цифрах конкретные вещи, доходы, расходы, сбалансировать. Но для этого необходимо, а я сделал такой вывод, что, к сожалению, далеко не все политики в украинском парламенте буквально захотели услышать слова премьера Владимира Гройсмана, который призвал всех к публичному обсуждению проекта государственного бюджета Украины, а вместо этого они просто-напросто взяли и доперепутали. И приняли бюджетный процесс как возможность для какого-то политического пиара или как будущую площадку для возможных выборов Верховной Рады Украины, что не соответствует действительности. На самом деле у меня есть все основания полагать, что в этом году мы поставим жирную точку и больше не будем возвращаться к той позорной практике, когда бюджет на следующий год принимался, что называется, под елочку, когда вся страна стояла под риском. Ну и когда вы прогнозируете успешное голосование по бюджету? Я планирую, что в декабре месяце состоится успешное голосование, потому что все политически ответственные силы в украинском парламенте, которые не хотят ставить под риск своевременную выплату пенсии, зарплат, денежных вознаграждений, бой на мотор, не позволят... Извините, из ваших уст сейчас прозвучала прошлогодняя риторика Яценюка. Но в то же время мы для себя поставили такую цель, чтобы к середине декабря принять государственный бюджет, для того, чтобы он был подписан спикером, был направлен к президенту, президент внес или согласился в какие-то замечания, или согласился с проектом государственного бюджета, и после этого мы начнем. Самый главный риск, который на сегодняшний день стоит перед украинским парламентом, этот дом, чтобы не взял вверх популистические настроения, потому что если популистические настроения возьмут вверх, то тогда мы разбалансируем полностью систему, и не доведи Господь, правительству не должно прийтись включить печатный станок.